Здравствуйте! Душамбе – столица Таджикистана, город республиканского значения, самый крупный научно-культурный, политический, экономический, промышленный и административный центр страны. В Душамбе расположены высшие органы государственной власти страны. Население города на 1 января 2019 года составляло 846,4 тысячи чел. Он является центром душанбинской агломерации. С 12 января 2017 года мэром города Душамбе является Рустам-Эмамали, на берегу реки Душанбинки еще в трех, возможно, в IV веках до н.э. появился крупный античный город кушанского времени. Находки античной керамики свидетельствуют о том, что за городскими стенами существовали сельские поселения Шахракха, Городки. Первое письменное упоминание о Кишлаке Душамбе встречается в конце 1676 года. 9. Он возник на перекрестке дорог. По понедельникам здесь организовывался крупный базар, отчего произошло название. Душамбе на таджикском. Понедельник. В Кишлаке насчитывалось более 500 дворов и проживало примерно 8 тысяч человек. В 1826 году нынешняя столица Таджикистана называлась Душамбе-Курган. Первая карта с указанием города Душамбе была составлена в 1875 году. Тогда город представлял собой крепость на обрывистом берегу, с 10 тысяч жителей. Кварталы города делились как по профессиональной принадлежности мастеров, так и по национальным общинам. Центрами общественной жизни были караван-сарай. В 14-ти квартальных мечетях находились мактабы. В городе было два медреса. Душамбе находился в составе Бухарского Эмирата. В 1920 году последний бухарский эмирси Италиймхан бежал в этот город, но в феврале следующего года бежал и отсюда в связи с наступлением Красной Армии. В начале 1922 года город был взят войсками басмачей под предводительством Энвара Паши, но 14 июля 1922 года снова перешел под власть большевиков и был провозглашен столицей Таджикской автономной советской социалистической республики в составе УЗССР, которая в 1929 году была выделена в Таджикскую советскую социалистическую республику. В 1924-1929 годах город официально назывался Дюшамбе. 16 октября 1929 года переименован в Сталинобад в честь руководителя СССР и В. Сталина. 10 ноября 1961 года городу возвращено первоначальное название – Дюшамбе. Первым председателем Душамбинского городского совета был Абдукар Мразыков. Он энергично занялся превращением столицы из кишлака в образцовый коммунистический город, лично советуюся постоянно общаясь с архитекторами, инженерами, учеными. По его просьбе и инициативе из Ленинграда в Душамбе в 1926 году была направлена группа архитекторов и инженеров-строителей для оказания помощи молодой столице в проектировании и строительстве общественных зданий и сооружений. При Розыкове в 1926 году в столице провели топографическую съемку и составили план будущей столицы Таджикистана, прочертив ее первые улицы и проспекты. В 1929 году была проведена первая железная дорога, соединившая столицу Таджикистана с Ташкентом и Москвой. Это дало толчок к развитию в городе текстильной, электро- и пищевой промышленности, а также машиностроения. В ноябре 1931 года президиум Душамбинского горсовета обратился к Московскому городскому совету с просьбой взять шефство над таджикской столицей, и Моссовет откликнулся на эту просьбу. Москва осуществляла, в частности, шефство над радиосвязью и почтой Таджикистана. Трестмос радиострой построил в Душамбе широковещательную коротковолновую станцию для связи Душамбе, Ташкент, Москва. В течение 1930-1933 годов в городе было возведено здание ТЭС, которое стало в Сталинабаде первым сооружением из сборного железобетона. Источник не указан 1258 дней. В этом же году была введена в эксплуатацию швейная фабрика. В октябре 1936 года был построен первый железнодорожный вокзал в Сталинабаде. Источник не указан 1258 дней. Первой половине 1940-х годов строили цементные, авторемонтные и электромеханические заводы. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Душамбе были эвакуированы десятки крупных предприятий из Москвы, Ленинграда и других городов Европейской части СССР. В больницах и госпиталях города восстанавливали свое здоровье раненые воины Красной Армии. В то же время тысячи душанбинцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них погибли в боях. В 1950-е и 1960-е годы продолжалось масштабное строительство города, как жилых массивов, так и крупных объектов административного и общественного назначения. В 1955 году начато троллейбусное движение в городе и источник не указан 1258 дней. В 1972 году в Душамбе была опущена в эксплуатацию автоматическая междугородная и международная. Телефонная станция в 1980 году Душамбе принимал 13-й по счету Всесоюзный кинофестиваль. В феврале 1990 года в Душамбе произошли массовые беспорядки. Было убито 25 и ранено 565 человек. Здравствуйте, подписывайся.